Юлия Мишина примчалась в детскую поликлинику сразу, как только узнала новость о приезде морозовских врачей. На прием удалось попасть без записи. Ее шестилетний сын Миша состоит на учете у кардиолога давно. В прошлом году проходил диагностику в морозовской больнице и сейчас ему необходима повторная консультация. Мы приезжали в Москву, нас приняли очень хорошо. Нам сделали обследование. Это и УЗИ, и доплерография, и рентген, и анализы взяли. Почти за целый день мы смогли пройти полностью все обследование. Очень нам все понравилось, нас хорошо приняли. Мы окрыленные приехали домой, потому что нас обнадежили, нам сказали, что все будет хорошо. Очень надеемся, что будут приезжать врачи, потому что наши не справляются физически. Очень рады. К слову, в Севастополе всего один детский кардиолог, а ревматолога вовсе нет. Эта новость шокировала московского специалиста Анастасию Александровну Глазырину. Детский кардиолог есть, он один, этого недостаточно. Детского ревматолога нет вообще. Вот в Севастополе отправляют в Симферополь. Там он один на весь полуостров, детский ревматолог. Эти дети, вот все дети по двум специальностям, они не посчитаны, регистр никакой не ведется, хотя часть из них являются дети, которые относятся к списку орфанных или редких болезней. Обеспечение лекарственное ведется исключительно на местах просто, потому что кто-то про них знает и пишет какие-то заявки. То есть системы никакой здесь нет. Анастасия Глазырина осмотрела 75 севастопольских детей. Говорит, не отказала никому, стоящему к ней в очереди. Из них 10 детей поедут на лечение в Москву. Редкие болезни были ли? Да, были. И есть ребенок, например, который очень пожалует, что их нигде не хотят лечить. Мы ее заберем в Москву, полечим. Это тяжелые заболевания аутоиммунные. Они есть и не должны быть по статистике. Они должны быть, поэтому будем заниматься этими детьми. Пороки сердца 4 мы отобрали на операцию в наш центр, кардиохирургам. Поэтому, ну, в общем, было все на самом деле. Были и здоровые дети, я сразу могу сказать. Я не знаю, зачем их прислали, но вот правда, да, здоровые дети тоже были. Столичные врачи говорят, работали в Севастополе от зари до зари. Они так привыкли. Приняли всех нуждающихся по записи и без. Прием ввели в поликлинике, потом осмотрели деток, проходящих лечение в стационаре, а поздним вечером навестили тяжелых деток. Поехали к тем, кто по состоянию здоровья не смог добраться до поликлиники. По словам главного эндокринолога Москвы, профессора Елены Ефимовны Петряйкиной, детская медицина в Севастополе находится в плачевном состоянии. Вы знаете, она страдает. Не потому, что как пафосный московский врач, я скажу, что вот, да, вот у нас в Москве тоже очень много проблем в медицине, хотя, но просто произошел огромный временной разрыв. Большие проблемы с детской онкологией, ну, фактически нет детского онколога в городе, буду с вами предельно откровенны. Огромные проблемы с ревматологией, занимаются ею кардиолог детский, ну, который, в принципе, это уже давно в России две разные специальности, ну, и так далее, и так далее. Конечно, есть, где могли, мы корректировали лечение, где были большие вопросы, дети будут госпитализированы в Москву. Поднимать уровень здравоохранения Севастополя морозовские врачи будут не один год. Это решение правительства Москвы. Пока уровень медицинской помощи в нашем городе не станет, как в столице, дети будут проходить лечение в Морозовской клинической больнице, говорит Елена Петряйкина. Сейчас, которые не могут дожидаться всяких реорганизаций, модернизаций, оснащения оборудования, все, они будут ездить к нам. Это тактическая задача, это то, что мы будем делать сейчас в течение года, двух-трех, и за это время мы выстроим ту систему, которая только в исключительных случаях будет нуждаться в поездке в Москве. Первое, что губернатор Севастополя в предварительной беседе с Сергеем Собяниным обещал оплатить родителям дорожные расходы при необходимости, ну, потому что это тоже все недешево, вот, и второе, что для Севастополя сотрудничество с Морозовской больницей договор не стоит ни одной копейки. За два дня московские врачи осмотрели 750 севастопольских детей, треть из них отправится на лечение в столицу. Места хватит всем. Морозовская детская городская клиническая больница – это огромный медицинский комплекс на 1125 коек, где представлены все профили оказания квалифицированной помощи. В перспективе в Севастополе планируется открыть филиал Морозовской городской детской клинической больницы. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Владимировича Овсяникова, разработка этого проекта уже началась, а московские врачи готовы работать в нашем городе и обучать местных специалистов. К слову, 22 марта морозовские врачи уже провели конференцию на тему «Трудный диагноз в педиатрии». Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Севинформбюро.